всем привет вы на канале марина и цветочные друзья и сегодня мы наконец-то смотрим покупки с выставки я знаю что очень многие мои зрители любят такие видео и ждут именно те растения которые я покажу в новинках но прежде чем мы с вами перейдем к тому что будем просто-напросто внимательнейшим образом рассматривать все мои приобретения я хочу рассказать вам о том какие же выставки ждут любителей цветов в ближайшее время и вот представьте ближайшие выходные то есть 24 25 февраля у нас планируется сразу три выставки в трех разных населенных пунктах поэтому сейчас как раз вам и покажу и расскажу итак 25 февраля будет проводиться выставка станица каневской работает выставка с 10 часов утра до трех часов дня также 25 февраля состоится выставка в анапе у меня уже очень многие любители цветов из анапы спрашивают а когда же выставка в этом сезоне у нас ну и в общем то так говорят что ой наверное не скоро потому что обычно в анапе попозже выставка ну а в этом году представьте себе наши организаторы решили порадовать именно любителей цветов в анапе потому что 25 февраля состоится выставка цветов в анапе в городском театре как всегда по улице крымская 119 с 9 часов утра до 5 часов дня выставка работает для вас и самые разные интересные цветочки будут привезены для любителей цветов но и это еще не все у нас просто флешмоб проведи выставку в эти выходные еще одна выставка проводится в новороссийске и работает она представьте себе два дня кстати некоторые любители цветов из анапы сказали о замечательно значит в субботу мы приедем к вам в новороссийск а в воскресенье уже пойдем к себе в анапе то есть они планируют посетить сразу две выставки хорошая идея и так 24 25 февраля проводится выставка растений в новороссийске в торговом центре бон пассаж это анапское шоссе 39 а хочу сказать что почему удобно приходить в торговый центр потому что как правило торговый центр закрывается прямо поздно поздно и выставка будет до самого закрытия торгового центра посмотрите с 10 утра и до 20 00 будет работать выставка бон пассажа кстати до 10 часов можете даже не торопиться потому что торговый центр открывается в 10 часов раньше никто в помещении не попадет так что можете спокойненько планировать свои выходные и слишком сильно не спешить в любом случае мы здесь будем два дня 24 и 25 февраля и привезем самые разные цветочки я думаю что каждый найдет на свой вкус то есть вот такие замечательные объявления начала я сегодняшнее видео не с новинки это сейчас расцвела моя руэль и а рядышком с руэлей которая сиреневыми цветочками цветет цветочек руки у нас уже увеличился цветовой день поэтому цветы прямо-таки рьяно начинают цвести ну а теперь будем смотреть новинки я сама вместе с вами еще раз их тоже с удовольствием покручу во все стороны посмотрю и так сначала самую простую новинку вот самый простой цветочек и он на на единственный простой цветочек который в этот раз купился вы это выставка которая была 10 февраля в галактике это абутилон опять же я купила его у даши у меня уже есть один из ее абутилонов который цветет не прекращая всю зиму и я решила что маловато одного будет поэтому решила вот еще такой цвет но это не последний потому что еще раз повторю что в зимнее время хочется увидеть цветущие растения абутилоны как нельзя кстати они цветут неутомимо один цветок зацветает другой только планируется и в общем то на восточном окне прекрасно завязывают бутоны так что будем собирать разные расцветки ну я так думаю а там а там посмотрю не знаю все же меняется вообще ж мы женщины такие внезапные неизвестно что будет дальше итак теперь перехожу к новинкам уже конкретно к сортовым новинкам кстати не буду пока называть по сортам если кому-то интересно я еще не научилась это произносить кому-то интересно буду в комментариях писать название сорта посмотрите какая бегония мне в этот раз попалась посмотрите какая прелесть опасаюсь конечно что могу с ней не справиться но отказаться от покупки не могла вот такая красоточка кстати в комментариях мне девушка написала что ой что-то вы в этот раз уж очень сильно дергаете камерой вы знаете это бывает после того после долгого перерыва был перерыв на зимние каникулы и я забыла что нужно очень аккуратно переводить камеру с цветка на цветок иначе будет просто мелькание и головокружение поэтому конечно буду стараться снимать поспокойнее вот такая бегония в этот раз бегонии у меня несколько сейчас еще раз а еще покажу вам какие же сорта добавились в коллекцию ну и я надеюсь что будут жить в коллекции но это уже конечно зависит и от меня и от них вот такая на первый взгляд совсем даже простенькая но она вот интересненькая посмотрите расцветка похожа на макулату но листик круглой формы по отзывам хозяйки не капризный сорт вот именно вот эта пятнистая сорт не капризный а вот это да она со сложностями в характере скажем так еще одна бегония это вот такая компактная аргентеогутата я кстати присмотрела ее на канале у альбины по моему альбина такую показывала у которой короткие короткие междоузлия и очень очень компактный кустик похоже она расцветкой кстати на сорт дон миллер то есть у нее такие штрихи по листу идут а вот у сорт у сортов аргентеогутата у нее размытые пятнышки ну вот она по моему же не вижу название может это я придумала что видела название в любом случае вот такая бегония теперь добавилась мою коллекцию и в ней я уверена вот она сто процентов не капризный сорт очень светлый лист на фоне стола даже мне кажется так теряется кустик еще одна бегония она без названия все три которые я вам только что показала название у них есть если вам будет интересная его напишу а вот это бегония без названия сорта посмотрите какие листья она лист чем-то даже похож на краклин роуз но он другой другой все таки по фактуре и по строению и по расцветке он другой хотя если вот вы будете искать похожую бегонию на нашей выставке то спрашивайте сорт краклин роуз похоже они красивый сорт красивый покупочек немного поэтому видео не будет большим так что если кто-то куда-то торопится то долго ваше время не займу вот такой интересный декоративный перец но не могу вам сказать что я с ними на ты но они мне нравятся несомненно новый листик получился совсем зеленый посмотрим как он будет вести себя дальше а вот следующий сорт кстати я уже один такой замучил похоже по крайней мере это вот с таким листиком перец у декоративных перцев есть такая особенность которая пугает пугает тех кто никогда этого не видел посмотрите боюсь переворачивать сейчас посыпется моя земля а может не надо вас пугать с обратной стороны листа короче говоря есть такие интересные напыление интересное которое скажем так новичку может показаться что это налет из-за вредителей на самом деле такая особенность мы с вами уже неоднократно это смотрели кстати и на наружу снаружи тоже на листе на листе например у этого сорта видите вот такое напыление а с обратной стороны это вообще ужас посмотрите при всем при том что растение прелесть лист у него посмотрите в каких в каких интересных новообразованиях скажем так я так поняла вот сейчас у меня оба перчика они в стаканчике без дырочек и я так поняла что нужно и пересаживать их в посуду без отверстий вот если у кого-то тоже был опыт не совсем удачный то хочу сказать что не делайте отверстия в горшочках потому что перец просто категорически не выносит пересушивание и намного дольше хорошо себя чувствует именно в горшках без отверстий то есть там сохраняется такой свой микроклимат скажем так и перцу это нравится поэтому на это нужно обратить внимание следующий цветочек который хочу показать чем дальше тем интереснее честное слово это варегатный антуриум кустовой варегатный антуриум вообще кустовая форма у антуриума очень не капризная рост при обычных даже температурах комнатных и при обычной сухости воздуха или влажности воздуха не знаю как лучше сказать в комнатных условиях антуриума антуриум абсолютно спокойно относятся и к температуре и к влажности и к чему еще к освещенности растения красивые они капризные и сейчас на выставках ну по крайней мере три даже четыре сорта кустовых антуриумов с декоративными листьями встречает можно встретить ну это просто я просто рада счастлива мне очень очень понравился ну и рост соответственно и цена поменьше чем у больших кустов вот такая монстера вот была уверена что все монстер мне достаточно но я уже говорила во время съемки что когда мы думаем что все мы больше ничего не хотим это просто мы не на выставке а приходишь на выставку и уже да уже хотим чего-то еще потому что растений у нас интересных много очень даже много тоже название сорта есть кому интересно пишите я напишу в комментариях как же обойтись без филодендронов вообще филодендроны такие универсальные растения то есть они и красивые и в основной массе не капризные и хорошо укореняются тоже в основном в этот раз не смогла я удержаться и моя коллекция пополнилась двумя сортами первый сорт это магнификум вот такой мраморный у магнификума я не знаю насколько у меня получится сохранить пестроту у магнификума молодые листики с хорошей варигатностью а затем в процессе роста лист будет зеленеть то есть только растущие листья будут ярко солнечно вот так окрашены вообще сорт магнификум не капризный очень объемный кстати очень большой стараемся об этом не думать то есть в любом случае я считаю что в частном доме у нас частный дом всегда найдется место для еще одного растения какого-то даже даже большого у меня практически не освоен сейчас вверх я не люблю когда растение находится выше уровня глаз поэтому у меня все так вот на низких полках но так мало ли что не любишь иногда можно привыкнуть ко всему поэтому при необходимости магнификум может поселиться на верхнем ярусе еще один филодендрон который я просто вот ну не смогла удержаться очень красивый это маджестик таким с огромным листом и кстати он абсолютно не заметил перестановку с одной полочки в одном доме на другую полочку в другом доме то есть он вот этот лист он уже раскрыл здесь у меня сегодня у нас какое число 19 по моему а куплен он был 10 причем лист у него с варегатностью с хороший и молодой листик и старые листики тоже посмотрите как красиво они окрашены расцвечены ну и сказано что он абсолютно не капризный поэтому маджестик ну а дальше будем смотреть это же получается у каждого свои легкие свои сложные растения будем смотреть что будет с нашими цветочками дальше к сожалению без потерь у меня не обходится но это наверное обычная история хотя я вот честно жужжу как пчела то есть жалею свои растения и постоянно они у меня находятся под строгим контролем и вот каудексная пеларгония в этот раз я абсолютно не успела посмотреть сортовые пеларгонии потому что так начала кипеть жизнь на выставке что не смогла уйти от своего рабочего места и вот эту я присмотрела в самом начале когда снимала первую часть видео поэтому она у меня и осталась я попросила Дашу оставить для меня ее потом за ней вернулась что значит каудексная девочки попросили показать поподробнее ну вот давайте посмотрим то есть у нее будет уплотняться стволик такой баобап ну здесь у нее срезана верхушечка ну уже наметился рост для пеларгонии это как раз абсолютно нормальная история когда мы обновляем какой-то кустик мы срезаем или прищипываем верхушку это стимулирует рост боковых побегов и вот здесь тоже самое появились уже боковые побеги но самое интересное это даже не стволик а цвет если вы смотрели видео обзор с выставки, которую я вам показывала то там даже цветение этой пеларгонии на фотографии было она желтого цвета то есть это редкость желтый цвет хочется увидеть его воочию потому что как-то однажды я покупала желтую пеларгонию но она оказалась такого невнятного едва-едва лимонного цвета что не стала я за нее прям уж держаться и того сорта у меня нет а эта мне понравилась понравилась необычным листиком понравилась необычным вообще внешним видом ну и конечно интересно посмотреть на тот желтый цвет который будет во время цветения ну и еще одно растение вы же знаете, что я люблю экзотические растения я вообще его первый раз о нем услышала первый раз его увидела это растение называется гафмания да? да гафмания пока не могу сказать, что оно из себя представляет нужно почитать о нем у него вот такой четырехгранный стебель полый внутри поэтому вот меня предупредили, что растения не надо резать побеги сверху потому что только испортим внешний вид растения они практически не укореняются надо ждать боковушек или прикорневой поросли ну а на верхушку смотрите, любоваться потому что посмотрите, какая расцветка конечно же, конечно же, растений можно было выбрать огромное количество но нельзя объять необъятное поэтому хорошего понемножку не зря говорят и я себя вовремя останавливаю для меня это вообще не проблема потому что каждый раз себе говорю ну ничего страшного даже если не будет этого растения на следующей выставке попадется какое-нибудь другое интересное то есть будет чем утешиться так что так что не переживайте если какого-то растения не досталось оно будет на следующих выставках или попадется что-нибудь другое не менее интересное ну вот, кстати, по той же самой причине хочу вам еще сказать что если вы не любите когда вас толкают с боков или невозможно подойти к столу чтобы рассмотреть растения мешают люди справа-слева то не торопитесь к открытию выставки приходите попозже в любом случае растений столько что в любое время работы выставки вы найдете что-то интересное для себя и в то же время можно комфортно находиться в помещении и не торопясь разглядывать цветочки когда уже схлынет первый самый такой ажиотаж в первые два часа от начала работы выставки так что совет любителям цветов если хотите неспешно гулять то приходите чуть попозже вот и все вот все что хотела вам показать и все что хотела вам рассказать еще раз повторяю информацию потому что некоторые пролистывают начало потому что считают что вступительное слово оно не так интересно а там-то как раз сегодня у меня и содержится важная информация по выставкам поэтому еще раз на заключительных кадрах повторю вам что ближайшие выходные 24-25 февраля в трех населенных пунктах можно попасть на выставки две из выставок работают один день это воскресенье 25 февраля выставка в Каневской и выставка в Анапе и два дня 24 и 25 февраля работает выставка в Новороссийске в торговом центре Бон Пассаж так что ждем любителей цветов приходите до новых встреч пока-пока пока пока-пока Продолжение следует...